Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Мода HD Мой канал о моде красоте, а также об умном шаринге Я хочу поблагодарить всех зрительниц, кто пишет мне комплименты по поводу моего нового цвета волос Точнее, это мой цвет волос, он просто отрастает и такой от природы Хотя потемнел в детстве, я была более блондинистой Кто пишет мне комплименты по поводу моей прически Даже спрашивает, как я делаю такие заколотые волосы В рамках марафона «Красота волосы» я расскажу и о прическах, и о своем уходе Но могу сказать, что я как женщина очень страдаю От сегодняшней длины своих волос Я все время вынуждена ходить вот с таким пучком, я называю его Это же не знаю, он очень дамский, мне кажется Хотя, в принципе, могу себе представить компоновки, с которыми такой пучок будет более стильный Но могу сказать, что я вот как женщина себя крайне некомфортно ощущаю С той длиной распущенных волос, которые сейчас имею Большое спасибо всем за комплименты Потому что, когда ты чувствуешь себя не настолько красивой, как тебе бы хотелось Как тебе более комфортно Могу сказать, что мне со своей соломочкой было гораздо более комфортно Чем вот этими живыми концами, которые у меня есть сейчас То, в общем, любая женщина, я думаю, представляет, как это важно Тема сегодняшнего видео Как можно сделать, как можно воплотить эстетику минимализма в своем жилище Так, чтобы глаз, что называется, радовался И мне очень понравился комментарий Он войдет также в видео «Минимализм вашей истории» Где одна зрительница написала, что да, действительно Они с мужем сделали ремонт И, тем не менее, не стал удовлетворять их жилище настолько Чтобы прямо-таки хотелось с него вернуться Но только когда они смогли расхламиться Прежде всего, она сама избавилась от лишних вещей Начало нравиться то окружающее пространство В котором они живут И, действительно, я в одном из своих видео говорила И в этом убеждена Что если вам не нравится ваш дом То, возможно, причина не в том, что нужно сделать ремонт А причина в том, что нужно разгрузить пространство Если мы говорим о минимализме Мы должны понимать, что вообще этот термин возник из искусства И минимализм как искусство определяет функциональность того, на что мы смотрим Ну и тех вещей, которые нас окружают Если речь идет, допустим, об архитектуре Я также говорила, что слово «минималист», «минималистка», «минималистка» А также «минимализм» как философия жизни Это просто, на мой взгляд, понятие Которое, ну, более всего, может охарактеризовать то, что происходит в жизни человека Которому нравится минимализм Ну и также в жизни человека Вообще, как может охарактеризовать самого человека Потому что, в целом, минималист, минималистка и минимализм Это очень обтекаемые и вследствие очень многогранные понятия Сейчас я нахожусь в обстановке, которую никак нельзя назвать минималистичной Почему? Потому что за моей спиной видно две картины Одна слева, одна справа прислонена Кстати, почему я ее сняла? Не потому что меня раскритиковали за не минималистичный кадр А потому что для этих часов предусмотрен только один гвоздь И на одном гвозде очень тяжело удержать вес вот этой картины Ночью один раз она упала и очень сильно всех испугала Поэтому теперь она вот такая прислоненная стоит Также виднеется цветок, который виднеется И, в общем-то, все это, внимание, не является функциональным Поэтому это как раз-таки вот тот пример и то первое правило На которое вы можете обратить внимание и взять себе на вооружение Оглянитесь вокруг Все то, что не функционально, все то, что не используется Должно быть, либо может быть убрано туда, где это не видно Соответственно, правило пустого ящика вам в помощь Вы можете убрать туда все, что лежало, например, у меня раньше сверху Это компьютер, у меня здесь лежал мои наушники В прошлом году я записывала с микрофоном У меня лежал здесь также микрофон Все было достаточно хорошо и красиво Потому что эти вещи не создавали беспорядка Но, если следовать вот этому простому правилу Оглянуться вокруг все то, что не функционально В моем случае не функционально также лампа, которая не попадает в этот кадр Потому что я ее не использую Для меня она не функциональна, а для вас, возможно, была бы Поэтому мы опять выходим на тему о том, что минимализм Это очень и очень индивидуально для каждого из нас Если мы не часто пользуемся настенными часами Мы просто туда не смотрим Либо у нас плохое зрение, как было у меня до лазерной коррекции зрения То эти часы тоже можно было бы снять И вот таким образом разгрузить пространство Прежде всего сделать его более функциональным Картина в моем случае, кстати, является функциональным объектом Потому что я на нее смотрю Она мне нравится Я горжусь, что я сама ее нарисовала Ну и плюс я часто говорю, что я за вот эти хорошие, приятные сочетания Для каждого они тоже индивидуальны Я, например, люблю очень сочетание розового, серого и коричневого Я люблю вот такое сочетание всех бирюзовых цветов У вас это может быть совершенно другая подборка и палетка Поэтому в моем случае картина это функциональный объект Второе правило Пожалуйста, если вы задумываетесь о покупке мебели Новой мебели Будьте внимательны к тому, сколько тени она отбрасывает Потому что мы выйдем на следующее правило Минималистичные пространства Это пространства, в которых в силу малого количества объектов Которые загораживают свет, который падает из окон Которые мало тени отбрасывают Это пространства, что называется, залитые светом И зачастую кажется, что они залиты светом Также потому, что это белые, как правило, поверхности Белая мебель, белые стены и так далее Но если нет возможности перекрасить, переклеить обои и так далее То просто обратите внимание на то, сколько тени отбрасывают те или иные предметы Соответственно, их можно расставить таким образом, чтобы они не отбрасывали тени Например, поставить их как можно дальше от окна Если высокий шкаф стоит близко к окну, переставив его в глубину комнаты Ваше, скажем так, ваше жилище не станет более минималистичным Но оно станет более просторным визуально А также оно, что называется, станет более легким Поэтому, если вы задумываетесь о покупке новой мебели Возможно, вам стоит обратить внимание на невысокие предметы мебели Я, например, показывала, если смогу вставить эту мебель, на которой я показывала свои вазы Это, кстати, скажем так, очень высокий комод В котором по бокам висят мои пальто, мои плащи То есть длинная одежда Все сделано таким образом Была возможность заказать такую мебель В Италии это не проблема, не стоит каких-то огромных денег Но я думаю, что и в России очень много производств И можно заказать под свой размер Так вот, я специально замерила длину своей одежды И попросила сделать вот именно такую длину Такую, точнее, высоту мебели И не сантиметром выше, не сантиметром больше Я могла поставить вот в это нефункциональное углубление Прекрасный шкаф, что называется, с пола до потолка закрыть Полностью зашить какими-то светлыми панелями Но, во-первых, свято место пусто не бывает Я это поняла уже, когда делала свой ремонт Когда есть полки, когда есть шкафчики, шкафы Это все заполняется вещами, вещичками и так далее Ну и также это, поверьте мне, производило бы впечатление Больше загруженности той комнаты, в которой находится вот эта Ну, невысокая мебель, если сравнивать ее с классическим платяным Возможно, я правильно, возможно, нет Ставлю ударение Обращайте внимание на высоту мебели Чем она ниже, тем лучше Потому что она прежде всего будет меньше, тень отбрасывает Третье правило Это залитое светом пространство Насколько вы можете залить светом вашу квартиру, это нужно делать Это можно сделать при помощи раздвижных штор Это можно сделать при помощи вообще отсутствия штор Это сложно, на это сложно решиться Но это, кстати, также неплохая, скажем так, самодисциплина Безусловно, когда окна смотрят друг на друга У меня, например, я выросла сама в таком доме на Сахалине То, конечно, это неприятно, когда тебя могут обозревать Но, с другой стороны, это некая самодисциплина Которая, кстати, присуща скандинавским, если не ошибаюсь, странам Там вообще не используются шторы Но я могу ошибаться Есть страна, где шторы прямо-таки не принято использовать И это некая самодисциплина для того, чтобы хорошо выглядеть просто-напросто дома Не расхаживать в неглиже В особенности, если имеются дети, то я думаю, что мы все понимаем, что это совершенно неуместно Поэтому, в общем-то, ничего такого страшного, чтобы открыть на полное обозрение свое пространство По большому счету и нет Но, опять же, раздвижные шторы могут стать хорошей альтернативой в тех домах Где сделать это прямо-таки невозможно, сложно Вы не можете на это решиться Также высокие растения могут закрыть вам на подоконнике Опять же, растения могут выглядеть очень минималистично Если мы будем следовать следующему правилу Все, что мы теперь будем привносить в наш дом Не важно, это будет текстиль, это будут какие-то аксессуары для дома Все что угодно Рамки для фотографий, горшки для цветов, вазы для цветов, пледы, подушки, наволочки для подушек каких-то декоративных Возможно, мы подумаем сменить наш диван Все желательно выбирать в светлых тонах Кстати, светло-серые тона совершенно не марки тона Поверьте мне, светло-серый диван, он гораздо более живучий Я почему-то знаю, у нас есть светло-светло-серый диван Кажется таким светом, но тем не менее, очень хороший цвет Потому что на темно-сером уже было бы видно некоторые светлые пятна А на темных цветах было бы тем более заметно Ну и также, если бы диван был белым, то, соответственно, он бы был, конечно же, более марким Просто от самой грязи То есть были бы вот такие серые разводы грязи, я думаю, знакомые каждой хозяйке Поэтому светло-серые цвета вам в помощь Если вы хотите менять текстиль, что бы то ни было Ну и вообще белые цвета, конечно же, тоже вам в помощь Кстати, еще один трюк, чтобы сделать ваше пространство минималистичным Об этом я вообще не слышала нигде и никогда Никто не упоминал, хотя наверняка есть люди, которые в этом разбираются лучше меня Возможно, они просто не озвучили, либо мне такая информация не встретилась Это делать акцент на холодные цвета Я говорила в своих видео про одежду, что, возможно, вам не идет красный Потому что вы не нашли свой подтон, а точнее красный со своим подтоном А подтонов всего два Это теплый подтон и холодный подтон Отличить его на взгляд крайне сложно Но если вы сейчас смотрите на меня и на эту комнату То, я думаю, у всех не возникнет сомнения в том, что здесь, конечно же, холодные оттенки Поэтому внимание на холодные оттенки Минималистичные оттенки, это никак не бежевые оттенки Это как раз-таки холодные оттенки, которые стремятся к холодному белому Это белый цвет чистого белого листа формата А4 Это как раз-таки холодные все синие цвета Это холодные, да любые цвета, в общем-то, они должны быть холодными И как можно светлее Потерялась я в своих рассуждениях Посмотрю в свой хороший списочек Конечно же, я много раз об этом говорила Странно, что я не с этого начала Это пустые поверхности То есть я начала свое видео, чтобы предложила вам оглянуться Увидеть, насколько вещи вокруг вас функциональны Все, что не функционально, убрать Но и вообще стремиться к пустым поверхностям, незагруженным Не просто убрать эти поверхности Например, если у вас есть полки, попробуйте оставить их пустыми Вот это ощущение, что здесь не хватает предметов Пустые подоконники также Создает как раз-таки ощущение вот этого минимализма То есть как будто бы сюда еще что-то не поставили Как будто бы вообще так мало вещей в этой квартире Что сюда нечего поставить В общем-то, есть очень много ассоциативных якорей Которые позволяют вам самим, но и также тем, кто зайдет в ваш дом Ощущать это пространство как минималистичное Поэтому, если у вас есть полка И вы задумаетесь вообще ее снять То попробуйте оставить ее пустой И посмотреть, как она будет смотреться И также очень минималистично смотрятся поверхности В силу того, какие мысли они у нас вызывают С неадекватно большими предметами Либо неадекватно маленькими предметами Маленькими предметами, желательно выставленными в ряд И объединенных какой-то одной характеристикой Это может быть форма, если речь идет о каких-то горшочках, вазочках Это может быть цвет, если речь идет о каких-то горшочках, вазочках Либо фотографиях В каких-то одинаковых рамках фотографий Кстати, черно-белый смотрится очень-очень стильно Очень минималистично я показывала нашу стену славы, где все фотографии сделаны в черно-белом. И это очень смотрится, на мой взгляд, стильно, классно и не перегружает пространство, при том, что фотографий очень-очень много. Так вот, вот эти как будто бы не по размеру предметы, состоят также ощущение, что вот их сюда поставили и сейчас их отсюда уберут. Это тоже отсылает к некой минималистичности, что предмет стоит как будто бы не на своем месте, что есть для него другое место. И как это ни странно, да, это, в общем-то, для меня лично как раз-таки вот такой минималистичный, очень минималистичный посыл. Ну и, пожалуй, все, на этом больше ничего у меня нет. Надеюсь, что я ничего не упустила. Если упустила, обязательно вспомню, об этом расскажу с большим интересом, потому что я очень люблю, очень люблю тему архитектуры, внутреннего дизайна, тему, конечно же, красивой одежды, в общем-то, того, как при помощи тех вещей, которые мы должны покупать прежде всего для нашей радости, а именно за этим мы и совершаем наши покупки, тратим наши денежки, на которые мы тратим наше время, чтобы эти денежки заработать, то, что эти вещи должны приносить нам радость. Если что-то еще вспомню, обязательно расскажу в другом видео. Я же на этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Продолжение следует...